здравствуйте мои дорогие подписчики подписчицы и гости моего канала сегодняшнее видео это своеобразный такой влог о том как я сейчас проживаю в германии и что здесь происходит это всего по чуть-чуть как я называю сборная соляночка но многим она интересна кому интересна эта тема оставайтесь вместе со мной и вы узнаете как проводят немцы свои выходные где отдыхают и что происходит вот купила сейчас вот такие вот цветы я так думаю что это отцу кини цветы и буду из них готовить вот салат я нарезала данном случае мне как объясняли . хорошо их скручивать потом в кляре обмакивать и жарить они очень вкусные или салат или вообще куда хочешь добавлять сейчас вот очень у нас популярно не купила несколько таких букетиков и вот сейчас попробую когда порезала запах конечно ароматный при ароматный сейчас добавлю просто огурчики помидорчики там перчик маленький все это и вот это туда добавлю потом вам скажу вот такой вот я салат себе намешала буду сейчас пробовать а соус я к нему делаю обалденный я как-то смотрела лариса гузеева сказала что нужно кленовый вот этот сироп использовать в соус и я так сделала действительно очень вкусно единственное что он конечно сладковат для меня его немножко разбавляю водой добавляю туда половину лимона выжимаю отжимаю сок с половины лимона потом у меня такой чесночный холодного отжима масло и соль перец и еще соль у меня с трюфелями получается очень вкусный соус такой обалденный я за ушами трещит у меня он буду пробовать теперь цветы вот вы представляете очень люблю лук особенно там зеленый почти в количествах его и ем а тут сегодня посмотрела какое-то видео в ю тубе что оказывается очень вредно но репчатый правда лук для сердца есть вместе вот так вот с салатом с помидорами с огурцами ни в коем случае нельзя это очень вредно для сердца может быть инфаркт там инсульт все что угодно в общем кошмар какой-то я ела и не знала теперь вот боишься есть нет это я так конечно зеленый лук я думаю что ничего страшного немножко а я ем больших количествах люблю его вот иду я вот посмотрите какие тоже красивые стоят стулья 5 штук и написано что это бесплатно может любой брать дерево в общем-то и обивка такая красивая я на велики точно кто-нибудь заберет так что его застрелить тебе привет не все у тебя там выставляют здесь германии тоже видите какую красоту выставили ну хочу вам сказать что у салата вот эти цветочки были горькие ну то есть они не совсем горький но горчили мне это немножко не понравилось возможно это и хорошо для печени но для вкуса немножечко портила вкус салата но вот это вы сейчас видите первый год у нас сделали такой городской гарден огород сад как хотите называйте здесь посажено каждой организации небольшой выделен кусочек земли на который каждая организация от города посадила свои какие-то растения некоторые посадили просто лекарственные травы кто-то посадил очень много там посажено всевозможных там помидорчиков огурчиков кабачков и прочих вот такая колоночка каждый приходит свой участок поливает и даже есть пчелки вот такие вот у них улья столько цветов что им там делать нечего просто собирать вот мед с этих цветочков и все то есть я допустим работая в организации если бы моя организация там взяла такой небольшой участок я бы приходила обрабатывала его там поливала и собирала этот урожай как я понимаю вот ну а все остальные вот как я допустим я пришла и засняла все это элементарно походила посмотрела там и земляничка и клубничка и капустка и все что угодно там растет все что хочешь там можно посадить а при виде кустов смородины мне всегда вспоминается такое объявление требуются работники в польшу на сбор смородины платим 150 злотых в день если хозяева поймают мы вас не знаем вот так гуляя по этому общественному саду огороду я встретила одну шефиню она работает шефом в социальном магазине для малоимущих и она как раз поливала обрабатывала там участок свой я ее и спросила кому принадлежит это все она сказала что это каждая организация принадлежит которые там сажали этот кусочек земли и в частности вот им тоже и она здесь работает буквально каждый день причем это женщина даже старше меня и наверное уже под 70 и я ей говорю что ну а куда вы то собирать она говорит каждый вторник и пятницу в магазине у нас биопродукты для всех кто малоимущий так что вот такие привилегии для малоимущих и здесь даже вообще хочу сказать что здесь очень выгодно быть на социале малоимущим не работать потому что больше получают чем те которые работают каждый человек имеет право настаивать на своем я люблю настаивать на смородине вообще что касается настаивать то я живу среди виноградников где много винограда и любители вина здесь могут каким-то образом там я не знаю им удается собирать этот виноград на халяву и сделать винца ребята представляете в местной прессе прочитала такое сообщение что в озере возле штутгарта прохожий увидел трех маленьких крокодилов городская администрация немедленно отреагировал на сообщение перекрыв доступ к трем на всякий случай водоемом и наложил запрет на купание что особенно досадно в летнюю жару потому что мы сейчас тут изнываем у нас уже под 40 36 37 градусов были проведены несколько поисковых кампаний но никаких признаков обитания рептилий не обнаружено степень опасности также пока не определена но считается что даже если крокодилы довольно небольшие по размерам они все равно являются хищниками и если животные действительно появились в озере возле штутгарта опять-таки никем не доказано один прохожий увидел в трех экземплярах это мне сразу напоминает фильм иван васич меняет профессию три магнитофона три кожаные куртки так вот трех экземплярах у него были такие крокодилы и кем-то они были туда намеренно запущены потому что ну никогда здесь в жизни не было никаких крокодилов приползти сами туда не не могли но вот такая вот хохма в результате водоемы закрыты а дяденька у возможно из психушки сбежал какой-то который их увидел не знаю никто не проверял вот когда я иду с палочками гулять то сопровождают меня поля в этом году с кукурузой потому что они каждый год меняют место если в этом году они посадили сюда кукурузу то на следующий год они сажают уже какой-нибудь горох вот кукуруза сменяется чем-то таким я так понимаю что на пшеница троши пшеница я не очень не трошу она другая совсем да она маленькая летовес в общем ребят по моему это пшеница вот так я хочу что вам сказать мне тут кто-то из вас спрашивал по поводу эти же вика тут уже цветет по поводу дач здесь дач как таковых вы как принято у нас считать дача с таким размахом где там двухэтажный дом обязательно должен стоять на участке баня это как такой неотъемный атрибут дачи каждого человека что приезжает расслабляется отдыхать здесь такого такого нет здесь участки которые если ты хочешь завести какой-то огород себе то пожалуйста бери участок он недорого стоит там год платишь сейчас не скажу вам точно какую сумму потому что когда-то я узнавала а сейчас в общем совсем небольшую смешную сумму и ты должен его обрабатывать чтобы он не стоял просто так как-то ухаживать там что-то сажать ты не имеешь права там абсолютно ничего построить даже ну-то маленький домик какой-то как для инвентаря себе поставишь он у тебя будет читаться для инвентаря там будет может столик стоит ну там даже ночевать не будешь потому что это все буквально в пяти десяти минутах от дома какой смысл тебе там ночевать если очень уж очень хочется можно будет поэтому показывать там ничего интересного нет наши дачи это это дачи это ого-го какие дачи в россии вот я веду свой репортаж с того места где отдыхают выходные дни германии и немцы и не немцы все народы мира и я в том числе вот такое вот озеро германии не везде можно грилить на этом озере грилить можно поэтому она пользуется популярностью не только поэтому потому что можно приезжать сюда с вон мобилями то есть вот с этими прицепами где можно жить также с палатки люди ставят приезжают с пятницы суббота воскресенье здесь проводят здесь есть цивилизованные туалеты есть раковина где может помыть посуду душевые и так далее вот это все для тех кто приезжает без палаток совершенно бесплатно для тех кто приезжает с палатками за палатку по моему 7 евро берется плата но я не знаю за день наверное за сутки 7 евро вот так вот что еще сказать озеро само по себе оборудована там с конечками но помимо этого люди там устанавливают свои какие-то тенты и столики и стульчики и все грилят вокруг озера и везде вокруг озера есть свои подходы то есть можно там подойти по лесенке спуститься и войти в воду там отдельно чуть дальше нудистский пляж то есть нудисты тоже здесь отдельно от всех загорают и купаются не мешая никому не привлекая никого везде можно здесь выбросить естественно после себя мусор потому что здесь везде стоят специальные оборудованные для мусора штуки как уж они там называются вот дальше там волейбольная площадка теннисный стол кто хочет там может играть и волейбол и в теннис собакам здесь они не сказала наверное не разрешено везде написано что собакам запрещено плавать в этом озере есть специально для детей мелкие там такие пляжи вот таким вот образом отдыхают народ приезжает и семьями и компаниями и группами а еще здесь живая музыка играет всевозможные группы вечерами собираются ну а также в кафе всегда можно приобрести пиво любимое все любители пива там сидят попивают пивку мороженое помис вредный привредный это жареный картофель фрика по нашему здесь называется помис то есть приятное с неполезным совмещать в германии все мальчики и девочки моего возраста очень любят рок-н-ролл очень любит битлз и они точно так же любят танцевать когда где бы они не находились на улице не комплексуют это только начало вы видите а к концу здесь уже прибавились все те которые сидят сейчас на скамеечках и смотрят уже к концу они все абсолютно танцевали я знаю что вы не любите такие видео смотреть судя по просмотрам но я все равно их делаю я надеюсь что кому-то это будет интересно до новых встреч на моем канале подписывайтесь если вы еще не подписаны ставьте пальчик вверх и нажимайте на колокольчик пока пока